Мы все еще продолжаем читать Евангелие от Иоанна 4 главу, и в этом выпуске коснемся следующих вопросов. Возможно ли творить волю Божью и при этом не испытывать радости? И кто получает награду и плод в жизнь вечную? Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. И с вами Андреевы, Руслан и Ирина. Это подкаст «Библия читаем вместе». И сегодня мы прочитаем с 31 по 42 стихи. И напомним вам еще раз, что цель этих подкастов не в том, чтобы вы слушали проповедующих. Это здорово и нам нравится, что вы слушаете. Но более ценно для нас это, чтобы вы могли развивать в своей дисциплине навык личного размышления над Божьим Словом. Поэтому прежде чем вы вместе с нами перейдете к размышлению над этим местом Писания, прочтите его сами лично. Поразмышляйте над этим текстом. Остановитесь на тех словах или стихах, которые более всего привлекли ваше внимание. Поговорите об этом со Святым Духом. Задайте ему вопрос, Господь, почему ты обратил мое внимание именно на эти слова или на этот стих? То есть старайтесь развивать вот этот навык понимания Бога, говорящего с вами через Его Слово. Аминь. Хорошо. Итак, перед началом чтения давайте, как обычно, помолимся и затем приступим. «Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы осознаем, что сами понять Его мы не можем. Но Ты дал нам Святого Духа, Учителя и Наставника, а также Автора этого Писания. И мы просим Тебя, Святой Дух, Ты учи, наставляй, открывай нам это Слово, говори к нам через это Слово о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. Аминь». Итак, с 31 стиха. И напоминаем, что это продолжение истории встречи Иисуса и Самарянки у колодца. Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь». Но Он сказал им, «У Меня есть пища, которую вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущие получают награду и собирают плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города Тавом уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Аминь. Итак, перед нами здесь грандиозное, можно сказать, событие. Здесь описано пробуждение сейчас целого города. Самаряне целым городом уверовали в Иисуса. Если мы перечитаем с вами Евангелие, то по всей Иудее мы не увидим такого массового исповедания Иисуса Христа, Спасителем и Мессией. И когда Иисус в разговоре со своими учениками дает описание вот этому событию, то он использует некий сельскохозяйственный прообраз, аграрный вот такой пример посева и жатвы урожая. Он как бы говорит, то, что вы сейчас видите, это жатва. 37-38 стих, он говорит, один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. То есть вы только посмотрите сейчас на учеников. Поставьте себя сейчас на их место. Вот они сейчас вернулись из города с едой, да? Они себя накормили, Иисусу поесть принесли. А в результате они сами оказываются посреди чего? Посреди того, что целый город Самарийский сейчас приходит сам к ним. Они все приготовлены, их сердца приготовлены, чтобы слышать. Они открыты, чтобы принимать. Они два дня сейчас принимают учение Иисуса. И задай вопрос сейчас этим ученикам. А что вы для этого сделали? Вы что, разворачивали до этого здесь какую-то рекламную кампанию? Вы до этого здесь проводили какие-то библейские занятия? Вы проводили евангелизации здесь? И вот в результате ваших всех каких-то стараний, вот в сердца этих людей так расположились, что вот наконец-то они обратились? Нет, конечно. Иисус как раз им и пытается донести эту мысль. Вы сейчас вошли в позицию жнеца. Но при этом вам важно осознавать, что до этого результата кто-то трудился здесь. И вот на какую мысль я особо хочу здесь обратить внимание. Иисус пытается помочь им начать думать мышлением господина жатвы. То есть он пытается им донести следующую мысль. Насколько вам важно думать и быть зависимыми от вот этого главного фермера, который стоит за всем процессом насаждения, поливки, удобрения и финальной жатвы. И этой личностью является сам Бог. Вы сейчас переживаете эффект жнецов. И вы пожинаете. И вот в этой позиции жнецов, знаешь, какая особенность? В ней легко радоваться. Почему? Да потому что ты тут же видишь результат. Люди покаялись, люди обратились, исповедуют Господа. Ты смотришь и думаешь, Боже, это чудо какое! Ты смотри! На этом этапе фермерства легко радоваться. Но если бы те же самые ученики оказались на этапе Божьего процесса сеяния или Божьего процесса полива этих же самарян. Ведь кто-то же когда-то совершал на этой территории служение сеятелей. Как-то же даже эта самарянка, она говорит, я знаю, что должен прийти Мессия. Он возвестит нам и скажет нам все. Кто-то же сеял в нее эти истины. Но вопрос, когда вот тот человек находился в этом этапе сеятеля или поливателя, легко ли было на тех этапах служения радоваться? Естественным образом нет. Почему? Да потому что нам, как людям, свойственно быть сфокусированными на результатах, на видимых результатах. И когда мы видим внешние вот такие проявления сверхъестественных результатов, вот тогда нам легко от этого радоваться. Но Иисус вот здесь, в этом уроке, Он пытается донести им. Ребята, я хочу, чтобы вы научились радоваться и питаться от того, что вы сделали то, что Бог сказал вам сделать. Вы исполнили Его волю. И в этих стихах, в самом начале, когда они говорят Ему, ешь, а Иисус говорит, моя пища, 34 стих, есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. И Он говорит, это для Меня пища. То есть показывая, что Я умею от этого питаться и получать удовольствие. И, кстати, если посмотреть вообще на все служение Иисуса, то мы также локально вот в разных историях по всему Израилю, когда Он ходит и совершает свое служение, можем увидеть, что в каких-то местах Он приходит, и все, что Ему удается, это только посеять. И мы не видим там великих каких-то внешних эффектных результатов. Но это не делало Иисуса несчастным. Почему? Он пришел и сделал то, что Отец сказал Ему. Увидел ли Он там какой-то эффект внешне видимый проявленный или не увидел? Он знает. Я сделал то, что сейчас Отец сказал Мне сделать. Пошел в другое место, и Он понимает, что здесь нужно сделать. А какой здесь этап? Это как будто вот если мы раскладываем с вами вот этот процесс фермерства и разложим его на этапы, где есть время возделывания земли, удобрения земли, время посева, время полива, время зелени, полное зерно, колос, жатва. Есть целые этапы. И единственный, кто в курсе, где какой этап сейчас этого произрастания, это только Бог. Потому что Он стоит за всем этим процессом. Мы с вами не можем наверняка взять и сказать, вот глядя на какого-то человека, что сейчас Он находится на этапе жатвы. Вы не знаете. Единственный, кто знает, в каком сейчас состоянии этот человек, какой вид служения ему нужен. Ему нужно послужить, чтобы возделать почву его сердца. Или в него нужно сеять семя Божьего Слова. Или его нужно сейчас поливать молитвами и высвобождать в него слова веры. Или на самом деле уже ему нужно послужить словом так, чтобы пожать жатву. Мы с вами не можем своими естественными умозаключениями догадаться, как послужить тому или иному человеку. Это известно только одному Богу. Но если мы будем сфокусированы только на результате и будем ставить перед собой вот такие цели, если я пойду к этому человеку, главное, чтобы он сейчас склонил свои колени, исповедовал Иисуса Господа, покаялся и начал ходить в церковь. Если этого не произошло, я не исполнил волю Божью, я неудачник. Так вы никогда не сможете ходить в Божьей радости, даже проповедуя Евангелие и стараясь исполнять волю Божью. Если при этом вы не будете искать точного понимания и взаимодействия с Богом о том, что мне нужно сделать прямо здесь и сейчас, какова твоя воля сейчас в отношении этого человека, чтобы я мог взять и исполнить ее точечно. Если вы не будете искать вот такого точечного понимания воли Божьей, вам сложно будет творить волю Бога так, чтобы получать от нее эффект радости и удовлетворения. Иисус умел так совершать служение. И получается ответ на вопрос, возможно ли творить волю Божью и при этом не испытывать радости? Ответ, конечно, возможно. Мы можем вспомнить даже яркий пример Ионы. Помните пророк Иона, который сейчас приплывает в Неневию, проповедует, говорит то, что Бог говорит ему сказать. Он вроде бы исполнил волю Божью, но если задаться вопросом о финале того, что он исполнил волю Божью, он сидит и радуется? Знаете что? Ответ нет. Исполнил ли он волю Божью? Да. Рад ли он от того, что он сейчас сделал? Ответ нет. Он сидит сейчас под можжевеловым кустом и печален настолько, что смерти себе хочет. Почему? Потому что он не понимает, что сейчас произошло с Неневией. Он не видит того процесса, который Бог совершал с этим народом, с этими людьми. Он хотел видеть совершенно другой результат, а его не увидел. То есть, получается, можно таки творить волю Божью и при этом не испытывать радости. Но это не значит, друзья, что Бог именно таким образом запланировал для нас, чтобы мы исполняли Его волю и были при этом несчастны. Нет. Очень важно понимать, что когда Бог дает нам свою волю, то Он хочет, чтобы мы пребывали вот в этой радости. Более того, Он говорит, территория Царства Божьего, в которой я хочу, чтобы вы пребывали, это праведность, мир и радость. Радость является составной Царства Божьего, что говорит нам о том, что в сердце Бога есть желание, чтобы мы радовались, исполняя Его волю. Тогда, получается, от кого это зависит? Буду ли я радоваться, исполняя Его волю? Получается, это опять-таки мой личный выбор и решение. И я это выбираю посредством того, на чем я останавливаю свой фокус. То есть, получается, радуюсь я этому процессу или нет, зависит напрямую от того, куда я смотрю. Друзья, так многие допускают вот эту ошибку, что мои молитвы не работают. А с чего ты взял? Ну, я же вот помолился, и прямо сейчас я не увидел чуда. Значит, вывод какой? Это не работает. Нет, подождите, что значит не работает? Это работает. Молитвы работают. Кровь Иисуса работает. Имя Иисуса работает. Власть во Христе работает. Друзья, это всё работает. Но это работает, где в первую очередь, в мире причин, в духовном мире, которые для нас с вами не видим физическими глазами. Там точно сразу же запускается процесс. И то, что мы не видим это в мире физическом, это не означает, что процесс не начался. Это не значит, что работа не начала совершаться. Вопрос, что мы не туда смотрим. Но когда мы позволим Духу Божьему показать нам эту работу в мире духовном, вот тогда у нас будет радость, потому что там точно это всё работает. Там ангелы Божьи имеют эту целью привести Слово Божье, которое мы говорим, к исполнению, к проявлению, к полноте того обещания, которое оно содержит в себе. И, кстати, вот здесь, в 35 стихе, Иисус и говорит своим ученикам, вы говорите, что через 4 месяца наступит жатва. А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на Нивы, они побелели и уже готовы к жатве. Смотри, он как бы пытается им передать сравнение. Вы думаете, что сейчас не время жатвы, потому как вы сейчас смотрите. А я говорю вам, это время жатвы. Вы думаете, сейчас не тот сезон. Но вы так думаете, потому что вы руководствуетесь просто своей логикой, своим опытом. Но вам важно руководствоваться тем, как я сейчас говорю об этом поле, об этом человеке, об этом сезоне. Вот чего вам важно искать. Если я вам сейчас говорю, это территория для полива, поливайте ее и возрадуйтесь от того, что вы полили. Если я вам сейчас говорю, это территория для возделывания, «Сделайте то, что я вам скажу для возделывания, и возрадуйтесь от того, что вы исполнили мою волю». Но я же не вижу человека, он еще не изменился, он так и продолжает. Это для вас должно быть не важно. Вам важно, вы исполнили то, что Бог сказал вам исполнить. Вот как мыслил Иисус. И вы доверяете, что Бог продолжает этот процесс в нем, в этом человеке, независимо даже от вашего участия? Здесь уже акт веры. Иначе, если мы не научимся с вами таким образом мыслить и взаимодействовать с Господом, то, к сожалению, тогда мы будем ходить с вами печальными христианами, которые вынуждены творить волю Божью, потому что надо ее творить. Но наслаждаются ли они от того, что они исполняют волю Божью? Нет, так не должно быть. Это не есть атмосфера Божьего Царства. Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот что является нашим наследием. Вот что из себя представляет атмосфера, в которую мы с вами были введены. И смотри, продолжая тематику воли Божьей, Иисус в 34 стихе сказал «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Посмотри, исполнение воли Отца, Он называет это пищей. То есть для Него это было настолько естественно, натурально, ежедневно, регулярно, необходимо, как пища для нашего организма. Что такое пища для нашего организма? Это то, за счет чего организм продолжает функционировать. То есть буквально то, из чего мы получаем энергию для нашего организма, силу. И Иисус, говоря о себе, Он говорит «Вот это же для Меня, когда Я творю волю Отца, вот это и есть пища». И я понимаю, что это пища для чего? В первую очередь для нашего Духа. Друзья, наш Дух по-настоящему счастлив именно тогда, когда мы исполняем волю Отца для нас. Мы сейчас с вами во Христе Иисусе. Более того, мы в этом мире теперь, как Иисус. А значит, что Его отношение, которое Он сейчас имеет к исполнению воли Отца, получается, это же отношение, оно становится нашим отношением. Если я в этом мире, как Иисус, а для Иисуса это было пищей исполнять волю пославшего Его, значит, для Меня это тоже становится пищей творить волю пославшего Меня. И вот тут я понимаю, опять-таки, мы приходим к моменту выбора и решения. Отсюда у нас вытекает следующий вопрос. Насколько я принимаю эту пищу для себя? Есть ли у меня теперь таковая цель, что сегодня для меня самое главное – это исполнить волю Отца? И получается, Иисус сравнивает это с пищей. И Он говорит, ребята, где бы чем бы вы ни занимались, никогда не теряйте из фокуса цель номер один – исполнить волю Отца. И можно вывести следующий тезис. То, что я обозначу пищей, то и будет доставлять мне радость. Я вспомнил примеры с детьми. Вы замечали, что когда дети обозначают себе пищей какие-то свои любимые сладости, конфеты, печенье или соки, они в своей голове обозначают «я это люблю». Но вы знаете, что их пища – это вот полезная пища, там, брокколи, ну, или какие-то другие продукты, которые на самом деле созданы для того, чтобы питать их тело. Но ребенок, он так не думает. Ему это не нравится. Ему не нравятся вот эти каши, вот эти брокколи, вот эти салаты. Он ест, но он страдает сейчас с этой ложкой, над вот этой тарелкой. Вы знаете, что эта пища полезна для него. И вы, как родитель, рады, что наконец-то он эту тарелку доел. Но ребенок ее доел в страдании и ждет, когда же, наконец, ему дадут его чипсы, его конфеты и его сладкий сок. Почему? Потому что это он обозначил своей пищей. Так вот, что-то похожее и в христианстве может произойти. То, что мы с вами обозначаем как пищей, к тому мы с вами и будем привязывать свои радости. Поэтому вот на примере Иисуса нам также с вами важно обозначить «моя пища – это творить волю пославшего меня Отца». Более того, смотри, в 38 стихе он говорит «Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». То есть здесь Иисус конкретно показывает цель, говорит «У меня для вас есть цель, и я отправляю вас с этой целью, чтобы вы держали фокус на том процессе жатвы, который важно сейчас совершать». В 36 стихе он говорит о том, кто получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Это жнущий. Кто такой жнущий? Это человек, который собирает жатву, который занят, сфокусирован на процессе собирания жатвы. Он думает о том, когда это делать, куда ему идти, что ему для этого нужно, какие инструменты ему нужны для того, чтобы пожинать, в какое время он это будет делать, кто может ему помочь, как позвать того, кто может помочь. То есть он думает с разных сторон о том, чтобы устраивать этот процесс жатвы. И смотрите, Иисус говорит «Ребята, у меня для вас есть эта цель». И опять-таки я задалась вопросом «А насколько у меня есть эта цель?» Ведь это цель самого Иисуса для нас. Он говорит «Я послал вас жать, заниматься жатвой». Конкретная цель. Насколько эта цель является моей целью? Мы живем с вами в последнее время. И у Бога есть конкретная цель, чтобы все спаслись и достигли познания истин. Это и есть для нас с вами жатва. Проповедовать Евангелие так, чтобы люди принимали Христа, чтобы их отношения с Богом, они возрастали, улучшались, они влюблялись все больше в Него и в Его Слово. Теперь после того, как я определила «Да, Бог, я хочу быть той, которая будет в списке этих жнецов», «Господь, вот она я, возьми меня и используй для того, чтобы собирать Твою жатву». То есть, когда цель установлена, фокус определен, после этого я задаюсь вопросом методов и путей. Бог, а каким образом я могу это делать? И я, друзья, вам честно скажу, что я сейчас не из тех людей, которые выходят на улицы или идут куда-то в общественный транспорт или на площадь, и я не буду там стоять и кричать «Покайтесь», потому что последнее время пришло «Обратитесь к Иисусу». В моем сердце нет такого призыва, но при этом я все равно хочу быть жнецом. Вот здесь Бог показал мне важность и силу партнерства. Когда мы подключаемся к определенной миссии или к церкви, к служению, которая занимается вот этой жатвой, тем, чтобы собирать жатву последнего времени, то я становлюсь в списке этих жнецов, и я начинаю участвовать в том сборе урожаев, который они совершают. Более того, они могут проповедовать Евангелие там, где я физически не могу проповедовать, но за счет моего семени, мое участие там есть, и мне важно дальше рассматривать себя как того жнеца, который собирает эту жатву в последнее время. Поэтому для себя я здесь увидела вот эту важность партнерства с тем служением, которое является сегодня этим жнецом и собирает эту жатву, исполняя волю Божью в это последнее время. Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов. Что думаете об этом вы? Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 мы проводим онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете либо просто слушать и назидаться, либо также участвовать в обсуждении над прочитанными стихами. И в завершении выпуска давайте построим нашу молитву и провозглашение на основании слов Иисуса в 34 стихе. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты призвал меня для того, чтобы творить волю Твою. И я прошу Тебя, помоги мне вкушать это как пищу, наслаждаться от этого и совершать Твое дело на этой земле во имя Иисуса. Как это может звучать в виде провозглашения? Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело Его. Я делаю это всегда во имя Иисуса и радуюсь. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений. Продолжение следует.